Еще в прошлом году жители дома номер 4 по Жуковскому проезду и представить не могли, что их дворовая территория изменится до неузнаваемости. Обновление поменяло их взгляд на досуг. Теперь с соседями они чаще встречаются на спортивной площадке во время занятий физкультурой. Зона с тренажерами востребована как детьми, подростками, так и взрослыми. Мы живем в этом доме, в этом городе. Это наша территория, это наше здоровье, это наше благоустройство. И все зависит только от нас. Под лежачий камень вода никогда не потечет. На детской площадке очень хорошо играть. Они очень удобные тем, что они не шатаются, потому что есть какие-то старые такие же турникеты, но они просто могут шататься из-за этого вдруг что может, вдруг упадет из-за сильного ветра. Я очень довольна и теперь мы с подругами после школы играем на вот таких площадках. Перемены стали возможны благодаря активу дома. Люди обратились к своему депутату Олегу Федорову. Народный избранник проделал немало работы, чтобы в этом году двор включили в губернаторскую программу благоустройства дворовых территорий и в конце лета здесь появилась строительная техника. Несколько месяцев жители могли испытывать некоторые неудобства, но результат того стоил. Я думаю, что каждый прекрасно понимал, что это все делается для того, чтобы здесь было все вот так, как хотят жители. Да, были небольшие проблемы. Асфальт поздно привезли, но его не могли оставить до утра. Его укладывали после 10 часов вечера. Да, это была проблема. Жители говорили об этом. Но на этом останавливаться не будем. Впереди нас ждут еще, 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 еще работы, которые сделают наши дворы лучше и краше. Помимо современного спортивного комплекса с тренажерами, воркаут-площадкой и баскетбольной коробкой, здесь заасфальтировали проезжую часть и тротуары, расширили парковочное пространство, установили новые столбы освещения, провели озеленение. Кстати, именно в этом дворе администрация Ленинского района решила провести московскую областную акцию «Наш лес, посади свое дерево». У нас здесь очень много машин, и озеленение нам здесь нужно. Вот эти вот кустики красивые, и дети рады, и знаете, сколько народу сюда выходило, сажало. Мы сажали, с Олегом Александровичем сажали эти растения, с детьми. А в соседнем дворе дома номер 9 по проспекту Ленинского комсомола благоустройство только начинается. На днях здесь сдали новую парковочную зону, установили воркаут-площадку, облагородили сквер, сейчас идет монтаж детской площадки. Хотелось бы, конечно, да, немножко что-то сделать и для пенсионеров, поставить хоть лавочки, чтобы можно было где-то вот нам выйти и посидеть с колясками. Ну, надо поставить урны, потому что дети сидят, да и взрослые все это бросается, бросают на пол, на землю. Поэтому, ну, а так вот, начало хорошее, будем ждать, что будет еще лучше, ну, что будут какие-то улучшения. Лавки и урны заложены в схему благоустройства. И, по словам депутата Олега Федорова, все это скоро появится. Детскую же площадку планируют сдать в течение нескольких недель. Юлия Погасян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.